приветствую вас давайте разберем ваш вопрос то что вы описываете а именно вы пишите про такое чувство отвержения это всегда связано с несколькими моментом первый момент как правило страха второй момент касается личных границ и третий момент чего-то неприятного рождающегося на ассоциативных началах по ассоциации ассоциативной памяти а вот такой своего рода комплекс здесь получается когда человек начинает ассоциировать то есть вызывать по некоторым по некоторым цепочкам определенного рода воспоминания вот которые в свою очередь порождают определенные чувства вот и соответственно вы начинаете от этого человека убегать вы начинаете от этого человека дистанцироваться вот конечно важно очень важно разобрать для себя чем это связано то есть здесь мне кажется неверно поставлен вопрос вот изначально вам то есть я имею ввиду что как избавиться от чувства а вот избавляться ни от каких чувств не нужно избавляться именно избавляться гораздо важнее как мне кажется не избавляться а именно вот понять для себя что оно означает вот понять для себя что оно значит может быть вот увидеть для себя что это чувство означает вообще вот и постараться его это чувство прожить например постараться его как-то выразить постараться как-то его отреагировать то есть по большому счету это вопрос психотерапии по большому счету это вопрос индивидуальной работы на нет проблем опол скорость тут наверно claro уп���к participating mmmm понимаете выявить те прям Molly той по сучастерапии Ok а я и по голове с koll então а я их случайно для себя боきた вот информацию а вот со м но можно только лишь гадать, что именно у вас, либо страх, либо про личные границы, либо какая-то ассоциация. Ещё, возможно, история, при которой у вас всплывает некоторая потребность в контексте данного общения, например, которого вы боитесь. То есть вы можете испытывать страх перед своими желаниями, можете обоценивать свои желания, даже не осознавая этого, вы можете как-то их подавлять, считать их свои желания какими-то деструктивными, считать свои желания и потребности какими-то неправильными, и, соответственно, это вливается в возвращение, то, что вы называете возвращением, например. То есть можно говорить по сути вот о таких моментах. Конечно, нельзя говорить стопроцентно ни об одном из них, вот, нельзя говорить стопроцентно ни про один из данных вариантов, вот, потому что, ну, пока не совсем понятно, вот, с чем именно мы столкнулись здесь. И вы, наверное, сами, ну, не очень понимаете, с чем мы столкнулись здесь. Вот, но, тем не менее, тем не менее, вас это волнует, вас запугает, вы совершенно правы, что от этого страдают люди, от этого страдаете вы, от этого страдают другие люди, которые не понимают, что происходит. Вот, и, конечно, это нужно прорабатывать. Это может быть и результатом определенных травм, которую вы, ну, могли получить в детстве. Это может быть либо, там, травма насилия, либо это может быть испуг, то есть вас, ну, кто-то вот напугал, напугал. В детстве, да, вы уже, как бы, не помните особо, что вообще произошло, но, как бы, это до сих пор, вот, как бы, для вас актуально, да? Потому что не прожили, потому что, вот, не уберите эти чувства. Они были под запретом, в момент, когда это было актуально, например. Вот, и, соответственно, такой аспект, он тоже может быть. Вот, его ни в коем случае нельзя сбрасывать со счетов, мне кажется. Вот, потому что, ну, там есть, это влияет на вас, и, как бы, может оказывать, вот, такое вот неприятное воздействие. Вот, поэтому, я бы, воздержался бы, пока, от того, чтобы, значит, ну, я бы воздержался от того, чтобы от всего-то избавляться сейчас. Хотя, ваше желание, ваше желание избавиться, я прекрасно понимаю, вот, и понимаю, что вы излитесь, может быть, на себя и так далее. Но, тем не менее, вот, как сказал мой коллега, заметил совершенно справедливо, на мой взгляд, что это защитный механизм. Коллега прав, это действительно защитный механизм. Вопрос только в том, от чего они вас защищают. Вот, какая угроза здесь присутствует, да? То есть, вот, ну, конкретно, что здесь ваша психика воспринимает, как нежелательное. Ведь можно защищаться, в принципе, как и от чего-то действительно негативного. опасного, вот, а можно защищаться от вещей, которые, ну, вам, в принципе, ну, могли бы даже на пользу, на пользу пойти. Вот, то есть, можно защищаться от таких вещей, которые, от которых, ну, в принципе, и надо было бы защищаться. Вот, поэтому тут момент, он, вот, наверное, такой, больше. Именно исследовательский, в первую очередь. Вот, я думаю, что, я не знаю, если у вас опыт психотерапии или нет, но я думаю, что... ...ээээ... ...эээээ... ...психотерапии, в связи с клиентом, с консультантом, ээээээ... ...ээээээээээ... ...психологом, будем, окей бы, достаточно быстро увидеть, эээээ... те причины, которые вот к этому приводят все процессы. Я бы не сказал, что повторюсь, от этого нужно избавляться. Я бы сказал, что с этим можно как-то работать. Я бы сказал, что с этим можно взаимодействовать и нужно взаимодействовать, нужно скорей-скорей научить вас обращаться с этим, чтобы вы не видели в этом что-то аномальное. Сейчас вы разобщены со своими чувствами, сейчас вы разобщены со своими процессами. Кстати, это еще может быть связано с вашим восприятием себя как женщины. То есть если вы как к женщине к себе относитесь вот как-то негативно, да, как-то неважно, скажем так, то это вот тоже может быть проблема. То есть это запрет вот на то, чтобы быть женщиной. Это запрет именно на то, чтобы чувствовать себя женщиной. Вот, проявлять себя как, ну, как, как женщину, да, вот. И, соответственно, у вас это вызывает отношение. То есть у вас может быть отношение именно к проявлению себя как женщины. Вот. Этим может объясняться ваш выбор. мужчин, вот, только не свободных, то есть которыми вы не можете проявиться так как женщина. Ну, в смысле, не можете не смыслить, что не может, у вас нет таких ресурсов, не можете, в смысле, что есть запрет на это у вас. Вот. И, соответственно, вы это себе блокируете, вы это себе давите. Вот. Как бы вот в такой моменте здесь есть такой аспект, здесь есть на который я хотел бы обратить ваше внимание, конечно же. Вот. При этом есть некоторый элемент у вас в возвышении. Вот. То есть вы как бы возвышаетесь, вы говорите, что не для того, чтобы увести, подразумевая, что вы могли бы увести, если бы хотели, да. Вот. Я прошу отнестись к этому вот, ну, к этому словам не как к тому, что я вас обвиняю, да. Вот. Я прошу вас воспринять мои слова, ну, как, больше как такую вот, знаете, пищу для размышлений. Вот. То есть я вас обвиняю, я просто говорю, что вот вы, знаете как, опасаетесь, опасаетесь как будто какой-то борьбы и сравнивания. Себя как женщины с другими женщинами, с другими девочками. Вот. Поэтому, ну, можете с одной стороны говорить, что нет, 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 я не конкурент, не конкурент. Вот. Я с кем-то не борюсь. А с другой стороны, с другой стороны вы, ну, демонстрируете то, что есть некоторая, некоторая сила у вас, вот, которая остается как бы в туне. То есть вы ее не реализуете, эта сила. Вот. Вот. Вот я бы, наверное, так вам бы ответил на вопрос с точки зрения психотерапии, с точки зрения психологии, с точки зрения моего опыта, вот, с точки зрения знаний. Вот. То есть, я не знаю, вы пытались когда-нибудь или нет сами увидеть, сами догадаться, ну, вот, относительно того, из-за чего подобные вещи могут быть. Это происходит. Ведь, мне кажется, что, если вы догадаетесь, ну, сами, если у вас есть какое-то предположение, да, а не просто отвращение, то есть, если вы не будете, например, бежать от этого отвращения, если вы примите его, если вы, возможно, поговорите об этом с... с человеком, да, с которым общаетесь, то, может быть, это пойдет, пойдет вам на пользу. То есть, опять же, я здесь предполагаю. Вот. А, ну, поскольку есть вот такой элемент у вас, я бы сказал, ну, скрытого, скрытого проявления силы, то я думаю, что может быть, может быть, повторюсь, может быть. А вы думаете о себе в контексте идеальности. То есть, что вот я идеальный, но должна быть идеальный. Вот. И, соответственно, я лично быть идеальный, думаете вы, и вокруг меня лично быть идеальный. Вот. Соответственно, если рядом с вами не идеальные люди, вот, то вы можете реагировать на это, ну вот, достаточно, я бы сказал, негативно. Вот. Ну, при этом, подавляя себе этот момент, понятно, да? Вот. Подавляя и не позволяя себе это чувствовать. То есть, запрещая себе, там, такие мысли, вот, может быть, ругая даже себя за это, ну, вот, я имею в виду за, вот, подобные мысли, за подобные чувства, вот, и так далее. Вот. То есть, это может быть момент такого вот перфекционизма, это может быть момент такого вот, ну, как бы сказать, ну, момент такого отношения к себе довольно, ну, довольно потребительского что ли. Ну, не знаю, согласитесь вы с этим или нет со мной. Вот. Поэтому тут тоже есть нюансы, вот, на которые вам нужно обратить свое внимание, потому что совершенно очевидно, что какую-то вот часть своей жизни вы упускаете. Вот. Вот. Вопрос только заключается в том, какую именно. Часть вы выпускаете из вида, да? Вот. То есть, ну, что конкретно вы выпускаете. Это вот не всегда очевидно, это вот не всегда понятно, к сожалению. Вот. Поэтому, соответственно, нас нужно с этим разобраться, вот. Вот. Это нужно поисследовать. И результатом этого исследования будут определенные ваши изменения. Вот. Вот. Как-то, наверное, так. На всякий случай еще раз повторю, чтобы было, ну, предельно, вот, вообще понятно, да? что ничего избавляться не нужно. То есть, все, что происходит с вами, это хорошо, все, что происходит с вами, это нужно вам. Вот. Вот. Просто пока что вы не обучены, ну, как с этим управляться. Вот. Например, если вы склонны к поверхностному такому мышлению, вот. если вы склонны к такому вот светскому общению, да, и мало общаетесь на темы, которые для вас действительно важны, к примеру, опять же повторюсь, вот. вот, то, соответственно, вы будете, как бы, ну, избегать каких-то каких-то моментов, которые могут вас дискредитировать, вот. Опять же, исходя из вот этого вот, ну, принципа перфекционизма, вот. Хотя, ну, это, может быть, вообще к вам даже не относится, да, но вот, момент, как бы, он вот такой, он действительно присутствует, к сожалению. Вот. Вот. Я думаю, тут я могу предложить только исследоваться, даже рекомендации никаких дать нельзя, потому что, ну, не совсем пока вообще понятно, с чем мы имеем дело. Вот. То есть, вот вам, ну, вам надо себя спросить, вот. 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 Готовы ли вы к работе над, ну, над собой, да? Вот. Готовы ли вы, значит, ну, ренадик, вот, с, ну, психологом, да, психотерапевтом? А, по поводу, вот, этих аспектов, а, и, соответственно, уже дальше можно будет о чем-то говорить. Вот. Пока что, ну, момент здесь, там, такой самый общий, то есть вы информацию подали в самом общем виде, я бы сказал. Вот. И, как бы, вариантов дать вам обратных связь, такую, чтобы вам это реально помогло, нет, к сожалению, нет. Пока. Вот. Ну, я надеюсь, что в будущем обязательно такая возможность появится, вот, либо у меня, либо у коллег, вот. Вот. Я очень надеюсь, что вы не оставите ситуацию, вот, не пустите на самотек, вот. Ситуации надеюсь, надеюсь, что вы ей займитесь. На этом все, надеюсь, что помог вам, буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать поработу над собой. Удачи!